христос посреди нас мои родные любимые и сердцу дорогие христолюбцы все брат и сестры во христе всем желаю радости и веселья в господи всем желаю счастья добра мира и любви домам вашим в жизни ваши в души ваши всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенных христов возраст достигнуть этого совершенства этой святости по образу и учению нашего спасителя которое очень простое учение любви человека к человеку добрыми делами и словами и молитвой за этого человека о радости в любых ситуациях жизни даже скорбях о мире души и по возможности со всеми окротости они числа ве осмирение непревозношение а долготерпение они не воздержание ну что утро добра ролик то я вам загружаю вы конечно будет все где-то в обед видеть а я вот только просыпаюсь и буду и буду отвечать на вопросы которые поступают в основном конечно вопросы будут ну на беседах сейчас там особо мало выкладываем редко собрать им созваниваться там читаем что ты просто я сам немножко этот формат оставил как бы особые игры мало с кем есть поговорить да по душам или наоборот кисклоки не люблю вот читать не у всех есть возможность все семейные заняты вот поэтому да и каждый сам должен читать все это же вот ну кто брать сестры обращается кому нравится этот формат я с радостью читаю на христолюбе тоже комментариев обычно немного потому что все-таки читаем писание и его слушать мало кто может это же слово вот она никому не угодно ролики большие нудные скучные да вот и это хорошо а вот на лаве конечно хотя я сейчас собираюсь кто знает начинать читать ветхий завет но опять опять по кругу есть честно я все думаю что я в этом году не сильно буду много говорить вот таких вот проповеди свободного формата потому что это у меня нет особого желания лучше лучше польза какой-то да для себя поиметь опять пойдем новый завет по кругу опять пойдем снова пойдем впервые пойдем ветхий завет салтырику параллельно почитаем вот будет польза действительно это все шалай-балай ну что будет от сердца помимо какой-то моей бытовухи может быть иногда этом ролик засниму все равно вот ответы на вопросы бывают и на христолюбе там вот буду отвечать ну а вот такие какие-то ролики в свободном формате все это я буду высказываться у меня самого не особого желания будет появляться их записывать тоже если пишешь по писанию все равно каждый мой ролик я вот как ты говорил особенно кто эту шкурку бы на себя примерил проповедника да тот понял что в принципе в любом случае свои ролики они связаны с твоей жизнью вот именно кто-то счет написал какое-то событие у тебя в жизни но если у тебя погиб кто-то допустим это же скажется на твоих роликах скажется может быть ты будешь говорить больше о смерти а или наоборот о радости если человек к христу пошел дать ты знаешь это святой помера негрешный негрешник вот все это связано тебя что-то произошло ты можешь это в проповеди где-то высказать пусть и косвенно да так что вот на лайве буду что-то писать наверняка тем более лето теплый сезон можно где-то вот на улечке пописаться во дворе или там прогуляться где-то как я это делал но я думаю что сейчас буду наваливаться написание опять всеми силами оттуда мы будем всегда пользу черпать учение иисуса из ветхов за это много много чего соберем полезного как мудрые пчелки а так это все тоже я не люблю не хайповые ролики вот я записал там и телеграме мне кажется действительно важным интересным хотя это неразрывно связано отчасти с политикой совсем но я хотел опять вы помните показать я хочу еще один записать допустим там о криптовалюте сказать но связанный телеграмм же тоже выпускает это собирается все это что было связано с тем же вот когда-то насуется не продавать не покупать это большой вопрос что это имеет значение в писании вообще пугать тем что ничего купить нельзя будет а так ли это на самом деле ну ладно ну что читаем прям вчера ток я записал ролик через пять минут комментарий 9 питьяров конченый черт и ты такой же еще меня укоряет в тщеславии что я только ро это только комментарии пишут какие мне нравятся и я их с радостью пропускают да вот я человек написал коротко понятно ну и хотя бы не знаете никак бесноватый по 1000 сообщений в час есть и такие написал написал вот он он уже в одобренных я вам сейчас я кстати вам показываю одобренные комментарии тех кто поставил и я вчера пропустил чтобы они там не висели пожалуйста так что меня просто напрягают я говорю какие тут беснования уже вот и все когда люди зазомбированы пишут какие тут и сейчас мы дойдем чужие фразы вот эти выписки из этих святых отцов так называемых просто что-то долбит вот как мы уже видели с вами сегодня мы еще одного в угол поставим вот так меня просто напрягает это видно это мешает это мешает мне просто вот следить за ситуацией вот и все а так пожалуйста и матершина я тоже я мне как-то один раз на почту кто-то написал ну женщина сестра не знаете ты там где-то матом сказал в какой-то беседе на канале я говорю а где и не просто ангел ты там вот сказала там это где у меня все открыто и в каком ролике на какой минуте сбросьте ссылку уж матом называют мини раз и блин в меня ли как ман блин вообще-то это блюдо я его не заменяю матом я давным-давно не ругаюсь восьмой год как покаялся мне в этом нет нужды прикрывать слово блин там когда я говорю или пофиг я говорю фига вообще-то вот нормальное слово ни капельки не матершина фига дуля шиш я не считает слова матершины вот но опять же игру сбросите ссылку где сказал я с радостью покаюсь даже под роликом напишу публично скажу я я не по ягод что-то не могу найти ему что-то игорь я несколько раз переслушала типа меня все показалось что мне показалось ну где раз ты несколько раз переслушала когда-то может тебе сейчас кажется найти ты не можешь на какой минуте ролик вроде помнит ну ладно так что вот так вот и в мат конечно я как раз не пускаю жесткий вот сегодня будет комментарий сейчас мы с вами я даже не знаю как его читать мы будем пикать ну про проглатывать слова так что вот так вот я думаю что очень уж пристально на спор с людьми тратить свои нервы не имеет смысла отвечает сестра ну я также поначалу думал а потом поняла это позиция димы если сразу не дошло то детально объяснить с разбором полетов но и зачем тогда эти комментарии действительно youtube дает возможность такого формата то есть это не закрытые ролики придумали систему комментариев ягра я мечтаю когда не добавит аудио сообщения уж я у меня нет таланта нежелание писать я вот я люблю говорить я skype долг сейчас хоть они там видео добавили такое трехминутное можно записывать это до сих пор 2018 год интернет забит мессенджерами они до сих пор не могут кнопочку добавить аудиосообщение микрофончик до сих пор skype этого нету в одноклассниках кривая эта кнопка там невозможно писать то же самое на фейсбуке и два часа сохраняет двухминутный файл вконтакте еще там более-менее все время им пользуюсь достаточно достойный на ю тубе могли бы сделать тоже уже аудио комментарии чтобы можно было кнопочку нажать и записать вот я тогда отвечал может быть какие-то не разбирал бы кратенького и тогда бы я там переписывался я бы долго писать я не люблю ничего не понятно не интонации это вот именно лучше вообще видео вот ну опять же лучше то не лучше да вот так тоже весь канал забить ответами на вопросами в ступе воду молочь одно и то же по кругу если смысл ну пока попробуем я в принципе все-таки живая жизнь как раз не зря называется life что я читаю вы просто видите мою жизнь вот и все кому-то не интересная же насильно-то в монастырь не лезу в дом чужой не хотите не смотрите кому-то может интересно вот поэтому я да я вот так вот это моя позиция это моя жизнь я просто пытаюсь что-то экспериментирую может и не надо нервы и не трачу это я юродство делаю все такую букву что меня это задевает я верю что бог есть любовь что каждый человек свет и просвещается светом пришедший в мир но до определенного времени пока мы во грехе мы дети дьявола как господь искал вы дети дьявола потому что хотите убить эту свою грехе под поэтому вы дети сатаны ян богослов говорил всякий делающий правду рожден от него не делаешь правду пребывает смерти вот так вот поэтому пока будем делать да пока будем отвечать так как как а ну вот как раз до 9 ар в конченый черт это и такой же ну и тут сестра пишет да тоже но она правда дальше пишет к вопросам это был к ролику о жене когда я писала этого к ответам и у вас на экране в принципе даже вот можно видеть какому ролику теперь я говорю я к трансляции буду подбирать некоторые какие-то совсем чуть-чуть и чтобы трансляции я уже не буду так часами отвечать может быть и трансляции станут покороче я что-то интересненько что все таки не молчать сначала да не у всех возникают вопросы и вопросы могут возникнуть на фоне того что я буду говорить я что-то буду говорить поэтому но я совсем действительно чуть-чуть я что-то за неделю изборочная вот как раз из вопросов ответ какие-то комментарии интересные я прям совсем чуть-чуть соберу буду может быть до пяти штук так скажем вот и в трансляцию что-то поговорю и будь там желание какого-то живого общения получат все-таки трансляция онлайн в этом твою смысл может чтобы вы там что-то в прямую как-то диалог может завязался во что он там выльется неизвестным попробуем вот так вот да тоже нет желания комментировать и тем более поносить девятьярова но честно сказать осторожно отношусь ко всему о чем он говорит в ролике о боге эль мне лично иисус таких вещей не открывал ну и вот у меня такая же позиция я научился у иисуса моего бога пришедшего во плоти о том что публично лично никого никогда не трогать никого а кто меня вот обижать я как раз поступаю по заповеди иисус который сказал обидел тебя брать согрешил просто тебя обличие его между ним одним я игру никто не знает кто это такой я вам специально показываю переходим на канал это просто регистрация по почте мы завтра станем лучшими друзьями никто не узнает что вот это вот он мне писал я ему отвечал никто я реально лишь просто привас это еще делаю еще для назидания других вот и все две просто я двух зайцев сразу я вообще-то люблю животных убивать не будем догоняем да и для других назиданий и до этим людям я что-то отвечаю потому что они же пишут и пишут с какой целью комментарии вот я задайте мне вопросы поносите меня там или что-то злословите да я буду так делать вот какая цель вот и все и я поступаю по заповеди иисуса я тебе лично выговариваю ты меня обидел а то там помните тоже сейчас вот вы все это будете видеть особенно ортодоксы любит писать прости меня грешного и вот такой вот осудительный злословище комментарий но я грешник прости меня если чем не да нет дорогой я тебя не прощаю не прощаю я тебя прощу когда ты помрешь чтобы на суде не стояла моя обида а сейчас я тебя не прощаю хочу чтобы ты покаялся господь сказал выговори а ветхом за эти сказано выскажи человеку помните я у меня есть про обличение ролик я там приводил пример откуда это из ветхого завета я немножко забыл помните там что-то сердце чтобы типа потому что и там вот это тоже не коверкует ибо грех чтобы снять грех с брата вот именно я тебе говорю точно те грех ты меня обижаешь ты меня злословишь ты меня поносишь порой вообще ни за что ничего конкретно не говоря просто и злобу сердце свой на меня заливаешь эти игру что ты согрешаешь пусть меня да я тебя не прощаю не прощаю потому что и даже не раскаю за что тем не типа как я могу тебя простить если не раскаиваешься я тебе говорю что твои слова меня ранят по сердцу я как я могу простить ты еще не показ одно дело господь сказал покаяться брат прости его и прости всякого с кем невозможно примириться ну ты пока мне вчера написал я пока не собираюсь тебе этого спускать с рук ты меня ранил я тебе об этом говорю господь не этому учил я все перековеркует и ничего не понимаю ползаем как червяки между между буквами мне скажут ой ты тогда и запад не прощаешь да нет родные я прощу его когда он покаяться раз и когда не будет возможности прощения а пока родной как господь сказал ты согрешил против меня вчера ты еще не мертвый и как я тебя прощу если ты не просишь у меня прощение а пока я тебе высказываю ты нанес мне рану боль в сердце пока если я тебя призываю пока как я тебя прощу как ты не просишь прощение ты не раскаиваешься ты приносишь мне боль и и значит я такой не один таких у тебя полно начиная с твоих родственников эти люди всем наверняка поносят всех вечно все мозг выносит жить я не дают своим домашним и сто процентов всех постороннему человеку готов ушаты фекалий на голову вливать уж тем более близким это всегда так вот и все я вот а я говорю ты меня обидел ты согрешил против меня ты согрешил как эти прощаете высказывают и не согрешил пока есть я против вас ничего не сделал господа ударили ну-ка ты за что меня бьешь я не прав ну скажи мне что я не прав а если я прав за что ты бьешь меня вот и вы меня калашматить если я не прав скажи хорошо конструктивно критика то 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 а если я прав чё ты меня ну бьешь тут достать вы до меня не можете помойми поливаете это можно сравнить тогда уже с ударом виртуальным чё ты просто так поносишь ты скажи что не так это это не дает тебе право не злословить мне не поносить не позорить не вы никаким образом ничего тебе ты можешь высказать свое мнение мой канал для тебя открыт комментарии skype все мои контакты можем выложить публично ты выскажешь свое мнение пожалуйста я буду молча слушать я тебе свой канал предоставлю пожалуйста публику свою как это как бы не звучало до всех вот кто слушает я не скрываю ты не переубедишь пожалуйста давай поговорим в мире ты так я так даже мы останемся при своем мнении меня есть такие беседы на канал все знать есть разные беседы со всеми могу общаться кто меня обвинит что я что-то не так делаю конкретно я в абсолютно доступен я всегда выберу истину вот так вот а публично поносить никогда этого иисус не делал когда вырывают начинаешь но составлены библии вот там имена назывались в частных посланиях все эти послания честно нам они оставили чтобы понять что мы между собой с братьями сердцами где одно сердце одна душа вы общаетесь в реале или в переписке вы можете какого-то человека обсудить вы можете понять а вот там брат подскажи мне как поступать это публичное пространство публичное это огромная разница это публичное пространство публично ты можешь только взять и выдвинуть противоположное мнение тебе не нравится какое-то учение заблудшего или как по твоим юридика выскажи свое как это делал иисус к нему петр отводит его вся напоминает самый великолепный случай петр отводит его когда только что назвал его камнем на котором на том изречении какой он сказал что иисус спаситель сын бога живого гир что на этом камне я буду созидать церковь мою через минуту его называют сатаной потому что начинает рассказывать о пути в это царство небесное это путь крестные жертвенной любви петр противится ему причем по человеческому петр поступил абсолютно правильно но кто не пожелает своим близким добра будет господи по человеческому рассуждению как ему господь сказал он ему отвечает да не будет этого с тобой будь милости в к себе что плохого сказал петра он ему год отойди от меня сатана чем написано что петр отвел его в сторонку отозвав начал прикословить ему там так написано мне даже текст не надо открывать я все это помню и в разных синоптиках написано либо подошли либо повернувшись написано начал говорить ученикам и народу там тоже в разных синоптиках он что начал рассказывать что ему петр наговорил петру он вразумил петра это хотя петр казалось бы по человеческому говорит такие хорошие вещи а он его за это сатаной назвал и потом он поворачивается и начинает рассказывать какой петр сатанист и лжеучения начал и меня соблазнять тем чтобы я не шел божьим путем а пошел путем человеческим разве он так начал говорить и причем это ученики стояли особенно если повырываем это хорошо и синоптики можно и ан богослов есть евангелие можно посидеть посмотреть почитать увидеть что там не только ученики а вроде бы и народ был это это все написано людьми может и так было может так может все ученикам сказал потом это было как пространная речка народа это все не суть важно смысл понятен иисус не начал петра по косточкам разбирать какой негодяй а иисус повернулся или подошел как там написано обернулся там не важно смысл понятен что петр его отозвал отвел да и начал им говорить кто ходит начал учить истине кто хочет следовать за мной отвернись себя возьми крест свой и следуй за мной ибо какой смысл какая пользы весь мир приобрести от душе своей повредить и какой выкуп даст человек за душу свою и кто постыдится меня и слов моих в мире этом и роде грешно того постыдиться и сельскость когда придет во славе своей во славе отца своего со тьмой и святых ангелов и воздаст каждому по делам его вот что сказал иисус и как он поступил мы из этого должны учиться поэтому и частные послания все эти где там имена почитайте первое послание на богослову что-то он там ни одной имени не вспоминает 2 3 послание записки это говорит о том что между собой мы можем обсуждать людей но у кого одно сердце одна душа как ты будешь скрывать если вы тело христово если все вплоть едину в церкви вот у меня есть братья и сестры мы все обсуждаем я им говорю почему я от вас ничего не скрывает а то же мои глаза ваши глаза мое сердце ваше сердце поэтому я что вижу я все вам говорю в этом и есть одно тело мне нечего от вас скрывать вообще ничего если мы одно тело знать все что я слышу я могу вам рассказать потому что вы мои уши а я ваши у вас не два уха теперь а 4 или 6 или 8 сколько нас поэтому я вам просто я не клевещу не раз я просто вам передаю потому что все таки это хоть и образ что мы одно тело но у вас свои уши и уста есть у меня свои но я то что услышал вам говорю чтобы это как будто ваше уши вошло это я тоже вот увидел благодаря писанию что в церкви мы можем но это где люди одним сердцем одной душой живут одними глазами одними ушами одним носом одним ртом одними руками и ногами они не позорят уже этого человека они просто между собой обсуждают да что вот это конечно неверно это верно это в основном вот мы общаемся мы не говорим что этот человек плохой ли он там говорит мы говорим ну да он то вот тут так вот мыслит я считаю неправильным то есть он так мыслит и не он сказал негодяй а он так мыслит я считаю неправильно разные фразы надо же понять я неправильно считаю его мысли ну тогда на просто предложение все все слова вставить, чтобы было понятно. Вот как. Я научился этому Иисусу. Почему? Потому что мы все на земле от одной плоти. И все должны когда-то покаяться. Не имеешь права ты никого поносить. Это не любовь. Не любовь. Евангелие, посмотрите на Иисуса. Он этим никогда не занимался. Никогда. Вот так вот. Дима посмотрела я на ваш ролик. Ну правда с Девятьяровым. Вот с Женей. И поняла о Девятьярове. И как скромно вы живете. Бедность признак честности для проповедника. Но я всем желаю процветать и вам здоровья. Ну я живу. Я бы не сказал, что бедно. Вы знаете человек. Я вот ответил, что мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мне все нравилось у Павла эти выражения. Богат не тот, у кого много есть, а тому, кому мало нужно. Вот. Ну благочесть и довольство. Все, что нам нужно. Делать не в бедности, а действительно в том, чтобы человек был благочестив и довольным. Довольным. Ну и конечно же, вы знаете, можно уклониться. Сегодня получше, завтра получше. Вот. Ну человек, который искренне стремится к святости, к совершенству. А оно в чем? В любви к ближнему, в радости жизни, в мире, души и прочих вещах. Мне кажется, это будет естественно, что человек будет приходить в образ Иисуса. Вот даже в его жизни. Тут единственная должна быть корректировка, что Иисус был безбрачным. И подражать по плоти может только безбрачный человек. Но опять же, мне до Иисуса далеко в этом плане. Хотя, может быть, это современный мир, технологии. Я как-то тоже думал, надо идти проповедовать час. Я не вижу в этом смысла. Особо уже. Ты в день потратишь больше на дорогу, чем ты в интернете можешь проповедовать. Реально. Вот так вот. Поэтому по поводу там бедности, ну да, может быть, у меня нет чего-то такого. Ну, я и не бедный. Все у меня есть. И то, что мне просто немного надо. И еще, вещи делает человеку рабу. Это древняя мудрость. Это знают все в любых народах, в любых религиях. У тебя есть машина, ты ее раб. Не ты. Кажется, что когда у тебя много есть, ты свободен. Ты можешь себе позволить это, это. Да нет. Свободен ты, когда у тебя ничего нет. Мне не надо обслуживать эту машину. Я не ее раб. Мне не надо работать, чтобы платить за нее. Что там, транспорт? Я уже забыл. Уже давно у меня нет машины. Транспортные налоги, все эти страховки. Ты-ты-ты-ты-ты. У меня нет ничего. Ни мотоциклов, ни яхта, ни квартир каких-то. Вот квартира, вот дом. За него плачу за свет 500 рублей. А летом вообще 100 рублей. 100, 200 там. Ну, сейчас чуть подорожает. Ну, где-то так. Зимой подороже. Вот тут у меня подогревается немножко. Ну, 500 рублей. Все. И то, получается, это расходы. Ну, там налог есть. Там 2000, что ли, в год тоже копейки. Все. И сам дом, да. Мне не важно, там что-то отвалилось, я побежал нанимать супермастеров, опять и супер какую-нибудь мозаику за 10 тысяч долларов подмазывать. Нет. Поэтому свобода человека это внестяжание. Это действительно свобода. Вот. Нам кажется, что вещи нас делают свободными. Нет. Вещи нас делают рабами. Потому что не количество вещей тебя делают свободными. Количество вещей, когда ты ими обрастаешь, делает тебя рабом этих вещей. Это факт. Ты их должен обслуживать. Получается, не они тебе служат, а ты им. Большой дом надо убирать, чистить, следить за ним. Маленькие, вот живи вот в такой кунуре и делать меньше. Кто вот это когда-нибудь понял, тот и будет, соответственно, жить. Кто устанет от этого рабства вещам, потому что ты их обслуживаешь. Они тебе порой доставляют совсем... Вот. Зачем мне сейчас машина? Я никуда не еду. Я восьмой год живу отлично без машины. Раньше тоже души не знал без своей, ни час жизни своей без машины. Восьмой год живу, потому что мне ничего не надо, соответственно. Мне она редко могла бы. Нужно думать, ну сейчас бы машину, да, поехал бы, там переехал бы быстро. Еще что-то. Вот. Но из-за этого я бы был бы рабом ее. Сколько надо было, чтобы ее обслуживать, чтобы раз в год куда-то съездить, там, к родителям. Да я и на автобусе спокойно, с радостью доезжаю. Мне не надо напрягаться, я могу спать в автобусе, могу почитать, поговорить, все что угодно. Вот так вот. Так, так, так. К ролику о Людмиле из Молдови. У нас в семье похожая ситуация. Я знаю, о чем речь. Словами, словами всего не объяснить. Поддержите, чем сможете. Бывает один рубль и решает все добра всем. Ну да. Ну, конечно же, помогать надо. Ну, конечно, надо и понудить себе. А то мы любим тоже с барского крича сыпать. Можно и оторвать. Вот так вот. Так. Так, так, так. А, ну вот вчера Налим Налимович пишет. Привет, хотел услышать твое мнение, а на черта не дьявола. Как ты это понимаешь? Что это будет, чипы или что другое подразумевается? Многие люди думают, что это будут чипы, но ведь чипы не могут отнять свободу выбора. Разум, веру. Тогда получится, чипированные младенцы будут обречены. Не думаю так. Не думаю так. Когда подрастут, тоже смогут сделать выбор, принять Христа или нет. Может здесь что-то другое. У меня на канале Христолюб. Я вот вчера не ответил. Да я прям сейчас отвечу. Есть Новый Завет. Раздел. В нем есть книга Откровения. Вот мы копировать адрес. А не, мы даже сначала откроем, а то он большой скопируется. И у меня вот тут есть... Сейчас мы еще вот так откроем поменьше. Вот книга Откровения, пожалуйста. И тут есть вот об этих... Там был раз в седьмой главе о печати Бога. Тоже надо разобраться, понять, что это такое. А потом дойдет до тринадцатой главы седьмая труба тоже о начертании и поклонении. У меня эти ролики есть, поэтому кому надо ссылку вот на плейлист я прям сейчас добавлю на Лимычу. Ой, что это такое? Сейчас еще разочек. Приветствую сыновей и дочерей. Собирался Женю, кстати, послушать еще последний ролик. Ну, ладно, что-то большой ролик получается, не пойму. Так, вот так вот. У меня есть короткая ссылка. Ага, вот. Книгу Откровения я не хочу ничего говорить, все у меня сказано. Я там много говорил о всех этих вещах. Это же книга о событиях в последнем времени, так что кому интересно, пожалуйста. Тут есть, конечно, ролики, можете вырвать, я вам сказал. Ролик номер тринадцать. Божьей печати там что-то... Там я много говорю, там я из Ветхого Завета показываю, все эти вещи. Кому интересно, это тринадцатый и восемнадцатый ролик по книге Откровения. Ну, а кому вообще интересны эти события, книга Откровений, не мной написана, это не мое Откровение, пожалуйста, а чтение по ней у меня есть. Так что, вот мой ответ. Сейчас я ничего не буду об этих детях говорить. Я там все высказал. Так, ну и теперь посмотрим, что у нас. Видите, некоторые ролики даже в спам залетают. А почему? Потому что человек, во-первых, я так понимаю, матерится, это раз. Потому что ссылок тут нету, но хотя большое сообщение, и Ютуб сам как-то определяет. Я читать даже все не буду, я сразу человека отправлю в спам, зачитаю вам только немножко это к ролику о Телеграме. Так ведь, кстати, теперь можно смело уже говорить, что по поводу талантливого Дурова из-за Телеграма Роскомнадзор на пару с Путиным ну и идет матерное слово. Янутый. Догадались, да? И так дальше. Так что вот таких людей я баню. Я, во-первых, удаляю комментарии, но если я его удалю сейчас, то я не смогу человека забанить. Я вот человека блокирую. Я даже не хочу на его канал, я переходил вам это все показывать, что там, да? Вот человек отправился. Я просто вам покажу, зачем я буду читать грязь? Такие слова мне даже противно их произносить. Вот и все. Но я же их читаю, зачем мне? надо. Вот так вот. Ты создал секту. Покайся. Это где я говорю истину, ролик. Для них истина это секта, это ложь. Горько называют сладким, это всегда так, и сладкое горьким. Как называется, вы думаете, человек, канал? Клон восьмого. Что это такое? Чего? Восьмого дня? Клон какой-то? Ничего нет. Кто это такой? Он мне пишет, что я создал секту. Покайся. Ну, я уже много раз говорил, понятно, человек попал случайно на ролик, наверное, что он-то меня смотрит каждый день. как раз я, в отличие от ваших многовековых, забуревших и одебелевших сект, омассевших с таким массивом, который не срубишь уже никаким топором. Я никаких сект не создаю, я людей привожу к Иисусу, к жизни в свободе в Иисусе, во Христе, в Боге нашем. К себе я вообще не притягиваю. Жизнь очень проста, учение Иисуса очень проста, люби ближнего, радуйся жизни, будь в мире с Богом и по возможности со всеми, будь кроток, смирен, долготерпелив в уповании, в своих скорбях и ожиданиях. Вот учение простое, для этого ничего не нужно в жизни, просто реализовывать это учение в своей жизни, ибо вера содействует, ибо вера является источником всей нашей жизни, всех наших дел. Надежда, упование или вера та же самая, их сопровождает и содействует нашим делам. И этими делами вера наша достигает совершенства, то есть человек возрастает. Но этот комментарий мы, правда, опять же пропустим. Человек ничего плохого, конечно, не сказал, хотя кто это, что это, что вы думаете, у нас не будет добрая переписка? Да нет, конечно. Вот тут Александр Хлопков пишет опять. Ничего об этом. А, нет. Вот, кстати, человек мне сейчас будет рассказывать тоже меня жизнь. Опять ортодокс. Пишет сколько, пять комментариев. Как вы думаете, что в этих комментариях? Просто выписки громадные из так называемого преподобного Исаака Сирина. Я уже рассказывал. Этот человек не знает, кто я. Я все ваши предания знаю отлично. Исаака Сирина, в частности, я точно так же разбирал по винтикам. Половину мог цитировать просто по памяти. Зачем мне все вот это скажите мне? По-моему, этот человек тоже из амнистированных. Просто вот каждый комментарий это вот опять просто выписки из этого так называемого преподобного. Вот зачем мне все это? Вот так вот мудрый там монах. Какие монахи меня окружают обычные люди? Я эти комментарии удаляю. На моем канале нет никаких православных так скажем ортодоксов этих да католиков я думаю. Он жил там в 7 веке. Вот и я этого человека баню. просто объясняю по какой причине. Я не хочу. Мне забивается канал. Я ничего не вижу. это он только сегодня 5 написал. Как и тот он будет писать 25 каждому ролику. Ничего человек не скажет. Кто он непонятно все равно. Он не будет звонить. Он не будет ничего писать. Он не будет ничего комментировать. стремиться к истины. Он будет засыпливать меня своим бреданием. Ихним бреданием. Мне это не интересно. Я имею на это полное право. Ты гордый. Ну что гордого? Я просто не хочу этого. Человек меня действительно не обидел. Хотя это только начало. Я даже не помню кто из них амнистированный. Кто нет. помните я так пощелкал. все. Тем они обижают меня некоторые теми словами. помните можно из писания вырвать глаза гордый язык лживый. Кто из своих бреда не вырывает. Этот еретик жесткий тот все достойны костра. Я даже не знаю может он такие вырвал. То ли он о заповедях говорит чужими мыслями или еще чем-то. может об этом. Зачем мне это надо? Мне просто не надо. Да YouTube блокировать пользователей или пропускать. Каждый пользуется тем что у него есть. Мне это не интересно. Я говорю ортодоксов я не считаю христианами. Лично человек я понять не имею насколько он близок к Богу. Ортодоксальное учение протестантское я не считаю христианским. Оно искажено просто до неузнаваемости. Просто. Вот и все. Осталась только шкурка овечья прикрываются именем Иисуса. Все остальное абсолютная ложь. От первой до последней буквы. Вот и все. Поэтому зачем я буду читать комментарии от нехристиан. Они для меня нехристиане. Здесь нет ничего не обидного. Я так считаю. Я считаю их язычниками ортодоксов. Язычниками протестантов считаю иудеями. Они полностью живут по Ветхому Завету. Их не интересует Евангелие. Вот так вот. Так ну а вот как раз все сообщения о Жене Девятерой. Опять. Ну шо ж. Уж такая жизнь. Будем читать. Я кстати не посмотрел какую ссылку на какой ролик сестра давала. приветствую сыновей и дочери. А на последний что ли. Так а кстати что-то я хотел по этому человеку сказать тогда. А этот человек который сбрасывает я вот почему самого человека забанил там. Человек который мне сбрасывает пять ссылок на Исаака Севина. А кто знает что он пишет и о чем он пишет. Это монах который просидел там в пещере всю свою жизнь. Вот я захожу на канал человека. Кто-то там пишет это не важно что за канал не каждому канал вести. Ну канал не каждому вести. Вы посмотрите на подписки этого человека. Это что-нибудь тут видите христианского? Тут какие-то ножи мечи кошки какие-то все время мечи войны щиты какие-то игрушки. Посмотрите на понравившееся видео этого человека. Их совершенно немного. я даже не знаю настоящее ли имя вот это название канала это может быть просто профанация. Люди делают регистрации. Кто знает в гугле почту открыть любую фамилию имя вводишь или любые буквы и делается почту я сам так делал для теста мне надо было когда я тестировал каналами начинал заниматься и просто тестовый канал делал чтобы проверять что загружать нужно было до сих пор там есть у меня абракадабру вводишь и проходит регистрация поэтому не удивляйтесь что что там написано это ничего не значит вы помните я вам в прошлый раз засчитал сам человек пишет что да Игорь Игоревич это не мое у меня другого отчества но я написал Игоревич то есть люди просто вот посмотрите на эти его понравившиеся ролики все причем их 10 штук вы посмотрите вы хоть что-нибудь увидели близкое с христианством и этот человек 5 комментариев написал ко мне цитирую Исаака Сирина я знаю кто это такой я все это по полочкам разбирал мне до сих пор материалы еще их надо удалить уже давно вот какой человек мне пишет я понимаю что человек слова из жизни у этого человека это разные вещи можно сколько угодно цитировать биться за ортодоксию глотки мне грызть кто ты есть я посмотрел кто ты есть для меня этого достаточно достаточно вот этого твоего канала вот эти вот твои понравившиеся видео и вот эти вот твои каналы на которые ты подписан будет мне такая зачем я буду реагировать на этого человека вот такие вот дела вот поэтому я этого человека несмотря на те ссылки там может даже не так что-то он прям мне как бы хотел этими словами тыкнуть какая будет польза от этого человека никакой спасибо за ответ Дмитрий я все поняла я не робот я человек а если человек не ведет канал вот она пишет на ютубе это не значит что его там нет я не говорю что там нет я говорю это я шучу по поводу искусственного интеллекта хотя до чего дойдет технологии я не знаю может они там экспериментируют может скоро будет искусственный интеллект троллем вот я не спорю что там человек ну только это невидимка это маска это лицемерие зачастую вот мы видим я не говорю что там нет от этого зависит мое отношение к этому человеку моя душа вот нараспашку соответственно я отношусь к человеку точно так же вот я же о Жене в частности свои мнения я вам сказал почему мне нравится человек мне нравятся люди открытые поэтому я не говорю что там человека нет это я там юморю по поводу пока там какого-то искусственного интеллекта это да но это дает мысли мои определенные мое мнение складывается как-то должно мое мнение человек если будет молчать и спрятаться за стенку я ничего о нем не узнаю у меня есть ролик о видимой-невидимой природе вы знаете да там о триединстве об этом бог видимый-невидимый если я сейчас замолчу вот так вот и закроюсь вот давайте вот так я себя показываю очень наглядно и сейчас замолчу давайте 10 секунд посидим много много вы обо мне узнаете ничего темнота просто господь и сказал возьмите такого раба лукавого и ленивого делателя который талант мой взял в платочек завернул и в землю закопал и выкиньте во тьму внешне его просто не существует ян богослов писал будем любить не словом языком а делом и истинным вера без дел мертвого об этом все писали только протестантизм додумался это сатанинское лжеучение придумать поэтому это все очень важно вам пока оказывается тоже еще не открылось все как надо исходя из видео с Евгением Девятером а что мне должно открыться вот-вот кстати тут я не знаю хочешь обижайся Татьяна хочешь нет твое дело ну тоже вот комментарий я говорю вам пока оказывается тоже еще не открылось все как надо ну я много чего говорил ролик 40 минут ну ты скажи конкретно исходя из видео еды и скидывает адрес ссылку я ее только что открыл из последнего ролика Жене Дитярви я вот не знаю она сама-то какой вот почему я говорю конечно тут дебатировать я тоже это бессмысленно давай созвонимся или еще что-то я честно не понимаю где-то акценты не понимаю где-то ударение не понимаю смысл текст он не передает всех красок эмоций даже вот аудио и видео и то какая огромная разница я честно не понимаю сестра дорогая если ты христианка я понятия не имею кто ты я честно я уже запутался ты что-то поняла я все поняла что ты поняла спасибо за ответ если честно я не знаю какой у тебя был вопрос я так понимаю надо тебя где-то искать я вам говорил я не вижу старых комментариев уже за ответ я так понимаю мне просто когда я записал предложение только потому что меня за три дня за четыре засыпали этими сообщениями каждый меня спрашивал про Женя ну в принципе это естественно мы общаемся плохо хорошо редко вернее точнее общаемся мы хорошо а редко вот я тоже да выступаю на ютубе да ну это нормально и я ответил ну что ты поняла я даже не вопрос какой просто мое мнение или где ты его задавал ты ли задавал ну мне разные люди написали в разных местах кто в социальных сетях кто в скайпе кто на ютубе что ты поняла я лишь догадываюсь почему я говорю вот такие вот вещи ну что я могу ответить на такой комментарий почему я многие вообще ничего не отвечают тогда а сейчас для примера покажу если вы хотите более как-то конкретизировать подумайте что вы пишете сейчас не в обиду говорю а просто вот высказывай а то же мы видим только со своей стороны я вот сейчас со своей стороны показываю я не могу прочитать этот комментарий честно я ничего из него не понял я все поняла а что ты поняла ты что-то поняла чё-то поняла я знать не знаю вопрос я не помню я живут с одной стороны читаю я не помню где этот был вопрос что ты за вопрос задала чем у меня получается вас много все таки ну или больше чем у вас таких как я наверное все таки как бы так получается вот так что чё и чё у меня еще не открылась я тоже не пойму я много в ролике о чем она думает а также извините наверное меня за этот вопрос вот за какой есть честно я же не совсем помню вопросов задали много поэтому просто интересно было ваше мнение как христианина я вижу что вы искренне и веруете в иисус христа и я верю я верю не просто в иисус христа я увидел любовь божию в том что иисус бог пришедший на землю положил за нас душу свою я увидел эту жертву эту и в ней увидел я любовь во всей его жизни даже до креста и уверовал каком бы слов пишет в нее для меня иисуса любовь неразделимые люди об этом забывают писать только вере только я не верю просто что значит веровать в иисуса христа что значит веровать я не верю ни в киев купительной жертвы я говорил иисус об этом ничего не говорил я верю в том что бог придя на землю мне явно для меня дурака явил свое имя имя это любовь радость мир кровь и это свойство бога он и них явно в себе открыл причем в образе человеческом потому что я человек мне показал как любить показал как радовать как быть мирным кротком смиренным долготерпеливым в человеческой плоти мне все это показал я в это верю я верю в иисуса никто ни за кого не отвечает написано что каждый сам за себя достать это не написано это иисус сказал в день суда чтобы каждый смотрел как он идет так что извините ну я говорю за что опять извиняется даже вопрос не помню может там тоже какие каверзы были ну я вот не помню на тогда вопрос цитировать ну так надеюсь ты тоже не особо обиделся я говорю от сердца к сердцу причем я говорю тоже вот эти все еще нет на канале я даже переходить не хочу а то правда еще обидеться кто-то что там я сам даже не смотрел по моему ну вот так вот ну тут сейчас буду я читать непонятно потому что пишет английская раскладка человек видимо откуда-то не за россии кроликом кроликом о жене а кстати же нет написал дима я тебя уважаю ты светлый человек то что он получается ему отвечает они мне вечное евангелие она надо читать снизу такие вообще-то человек значит писал я уже говорил что хотя нет вот тут почему семь часов и тут семь часов тут четыре часа назад ну ладно это уже не важно вот так независимые и свободные проповедники я читаю медленно считаю английской транскрипции проповедники лицемеры чё пишет человек он назвал ну тут женю хотя часто до меня поход доберется свободных проповедников лицемеров вот как в чем лицемерия с профстатусом на ютубе а независимый евгений у вас за старшего будет а независимый евгений у вас за старшего будет я правда не пойму почему тогда отвечает на ведь вы видите очевидно что он нажал ответить именно евгению я написал ты отвечаешь на его комментарии они комментируешь мой ролик он либо просто не знает как ютубом пользоваться я вот не понял а почему вот он дальше именно христалюблайв то есть он мне ответить что-то это он евгений почему пишет евгению а независимые в гене у вас за старшего будет или он ко всей публике обращается которого можно огульно отвергать имя иисуса христа пока по которому по которому нельзя твердо и сразу сказать прямо что он антихрист против имени христа а вы младшие по статусу в соцсетях христолю получается мне пишут почему он пишет тогда в ответе я не знаю ладно начальник просто технически не совсем подкован часом не христо ненавистник в принципе меня он пока как я понимаю еще не обвиняет ни в чем он не только спрашивает об имени иисуса сейчас я закончу этот ролик я собирался писать сегодня вы узнаете мой ответ подписывайтесь на канал христолюб там я буду выкладку что я буду читать просто матфея луку первые две главы я буду читать и пророчества исаи 4 главы или 5 там вот я свой ролик запишу назову я его имя ему иисус ящина я кратко скажу я считаю что не считаю мы будем евангелие там это написано что имя бога пришедшего во плоти земное имя во плоти иисус я покажу его расшифровку что это за имя это имя означает бог спаситель или спасающий бог как угодно мы разберем откуда это имя когда оно пошло к откуда она в еврейском народе появилась христос от вообще помазанных ну хотите мы шах по-еврейски вот а как раз эмануил с нами бог будут говорить люди и это как раз людское прозвище это это даже не прозвище это просто выражение будет вот и все мы с этого с вами разберем и по ветху за это мы все посмотрим и по новому вот ролик выйдет если сейчас запишу после этой утренней разминки вот уже правда 9 и сегодня мне не очень хорошо ну сейчас передохну полчасика выйду на солнышко подзаряжусь немножко и постараюсь записать ролик большой возможно получится будем все разжевывать смотреть не мы не будем на 1 стих смотреть 2 глава 5 стих 1 глава 6 стих мы прочитаем все что нас есть о рождении иисуса христа как-то все написано как вы знаете как я люблю это делать поэтому пока вопросы эти бои а давайте перейдем на бои а посмотрим кто этот бои а чего у нас тут есть то на боя есть какие-то собачки тысячу подписчиков у человека смотреть вот человек видимо занимается может быть дрессировки это не собачки тут ясно все боя над забить чуть такой вот ну вот так вот за себя чон короче ну я чё за жене отвечать не буду яйца сказал по поводу миссу значит ахуль на ну заклей ему рот за шею ему выбей ему зубы все что ты будешь делать поносить его по всему интернету скажи что ты думаешь ты будешь думать ты по поносами как иудеи фарисеи все садуке думали иисуса заткнуть ты скажи истину я отдам свой ответ я грубо благословит через полчасика как закончим этот ролик я же не могу на пять минут думала быстренько запишу вопросы на ответы минут на десять вон кофе не успею допить кофе уж давно замерзла холодная уже а мы еще пишемся в 53 минута в игру потом чуть-чуть передохнул рот то тоже устает полчасика и буду писать большой ролик об имени иисуса и все и ответ я дам полная заранее груб полный противоположную мышлению жене ну и что но при этом и от жены не собираюсь откуда бегать поносить его отрекаться от него для меня такой же человек как и любой другой на земле вот и все у меня есть свой блок я могу давать ответ вы такие игру все велики да сделайте свой блок это не сложно да и даже в комментариях напишите что-нибудь конструктивное получается свой ничего не может сказать вы сами чем понимаете это можете дать ответ людям которые колеблются почему имя имя иисус христос что это такое может что-нибудь полезного сказать не поносить того человека я вот могу я дам свой отчет я говорил как я реагирую я не бегу сломя голову с огнетушителями или с баграми убивать человека огульно ну что это все только недавно началось я дам свой ответ я посмотрел послушал я дам сейчас вас свет эту я говорю есть вопросы важные вот я считаю в принципе важный вопрос я дам свой ответ я по круглой квадратной земле плоско смотрел всяких разных этих ну я смотрел саму женю я просто его ролики все смотрю когда он это говорил мне вообще никак не трогал я не считаю это плохим или хорошим я говорю почему еще нет квадратных земельщиков я удивляюсь ибо в книге откровение четко сказано что от четырех углов будут постные ангелы я на это не собираюсь не давать ответов не параллельные видео выпускать манифика не надо вот это важный вопрос я сделаю свой ролик и все и буду спокоен может быть же него посмотрит если у него будет желание уж возможно посмотрите парами кто меня смотрит и кто и женю кто меня и женю смотрит и мой ответ там будет хотите пользуйтесь той информации я там все разложу все очевидно в писании для меня иисус это имя бога пришедшего во плоти ему дали его родители мария и иосиф и там об этом счет исполнив повеление ангела посланного от бога я все покажу мне никаких сомнений а мы все колеблимся легким ветром мучения откуда-то понесшимся а почему потому что стоим не твердо вот и все я свой ответ дам дальше что тут она в прошлый раз я зачитал да там пролицемерить опять человек не пишет там до свидетелей или или любом опять ему отключают бои а вечер игорь ислач вы еще сомневаетесь после того как автор проявил свои гнилой плод видео одобрение под комментом евгения и его слова уже не так важны так как он уже доказал делом я вот это не пойму обо мне это речь или чего еще он пишет вот уже христолюб лайв ваш канал ассоциируется с названием христо продавец 40 минута пустоты 40 минут пустоты а христо продавец 40 минут пустоты в то время когда нужно бить тревогу неокрепшим душем подпишусь на тот псевдо канал чтобы послушать слова лицемера как они будут бить тревогу я говорю как как вы можете что-то записать я пока одобрю мне просто интересно что мне дальше будет писать мне ягру я ролик выпущу свой ты свои слова тебе придется либо обратно забрать но они или удаляют потом свои комментарии а твои комментарии пропущу все я сегодня дам ну если бог благослови да я буду сейчас у меня готова все я подготовил все собрал как всегда как люблю по текстам и все это будет видеть вам даже никуда не надо будет книжки открывать у меня все тексты на экране разрешение я считаю стараюсь хорошее писать ну сколько мне позволяет техника и потом скорость в интернет чтобы все это выкладывать можно было бы получше но как есть пока я свой ответ дам а ты меня судишь бежишь вперед паровоза христо продавец на каком основании я в ролике ничего не высказался по имени бога я ничего не стал я там об этом четко сказал я не собираюсь высказываться по поводу даже земель там этих прошлых видео будущих че еще будет вот кстати новый комментарий че интересного давать сразу в живом режиме почитаем я не боюсь ничего читать даже мне все равно лишь бы мата не было не хочу произносить мир вам дима молодец отличное размышление я сам по натуре свои стеснительный человек я имею ввиду камеру но люблю слушать здравые мысли детей божьих хочу спросить а где вам можно задавать вопросы или можно прямо тут комментариях конечно можно прямо тут в комментариях все задавать ну и вот мы заканчиваем все мои контакты всегда на экране большими буквами все у меня есть skype социальные сети twitter но в twitter я там не захожу чисто так туда ролики откидываю в telegram добавляйтесь ко мне вот супер мессенджер вот есть вот сайт мой христалюб у вас адрес очень простой можно даже запомнить английскими все мои три канала у вас наверху все есть в ролике в описании все ссылки полезные все мои контакты я ни от кого не прячусь я живу в россии в воронежской области бутерлинском районе в селе пузево я всегда всем доступен все вопросы все мысли вы можете выражать в комментариях вот и не судите раньше времени вот я там дал ответ меня спрашивали а реакции но меня спрак разные конечно вопросы что я думаю обучение сказал в том ролике я ничего говорить не буду но свой ответ я дам сейчас опять говорю если бог благословит даже уже сегодня ролик получится большой к нему серьезно готовился еврея в отличие от многих не люблю вот это вот разводить воду мы все зачитаем все места какие я считаю нужным какие господь мне на сердце положил я все как все собрал подготовился на это ушло тоже несколько дней всем только кажется вы только вот брызжете воду молите в ступе а результат а мой результат будет будет ролик о который многие смогут поделиться самим все станет понятно я уверен люди утвердятся в истине и смогут поделиться сами не можете выразить раз истину устами своим хотя над самим учиться по времени сидим по 20-30 лет евангелия читаем евангельской жизнью живем мы ничего не понимаем любой ветерок мы ответа не можем дать скротостью и долготерпением и любовью так что буду пример кстати подавать опять как на отдавать ответы вот не так вот какие-то тревоги в чем-то тревога в чем твой битие что-то сделал я представляю что там же не катал под его роликами это тревога называется а что ты сделал хорошего иисус учил в ответ на лжеучения ты что что ты можешь сказать я дам свой отчет я говорю на ты ответ отчет христа продавцем меня уже клеймишь с какого-то перепугу есть у тебя на это какое-то право не мой канал весь переполнен проповедью евангелий иисуса христа ты меня христопродавца называется на мой канал зайди хоть один там имя иисуса ими христос имя любовь и слова любовь и радость мир в каждом ролике ты посмотри на одни названия моих роликов ты меня христопродавца называешь посмотри на все мои каналы там ты найдешь о чем-нибудь кроме как и евангелие зайди на канал христолюб на канал христолюб лайф я говорю только об иисусе уже всем голову пробил наверно об иисусе о любви то он меня христопродавца называет на твоем канале я увидел только собачек очень хороших конечно я рад что ты этим занимаешься если там профессионально или любительски кто из нас просто христопродавец моя мое свидетельство достаточно даже я свои ролики не закрыл от первого ветра колебания учения все свои ролики с именем иисуса вот так вот ты на шапку моего канал посмотри ничем она тебе не говорит вот это вот где она тут она есть тут наверное ее нет у меня это прям канал открывать да во первых в самом моем так скажем интернет прозвище христолюб я пока не менял канал если заметил и не отрекался от имени христа у меня христопродавца он христолюбца называет христопродавцем я что вот именно или любцам как тот человек люди бросают слова знаете как будто они в небытие пропадают они все вот здесь складываются что хорошие от любого человека что плохие ты вот это говоришь ты мне что сделал хорошего ничего у меня что канал поменялся христолюб здесь написано мы проповедуем я и прочие дети божьи иисуса христа путь истину и жизнь сущего над всем благого бога любовь в шапке канал у меня написано стоит такая заставка пришедшего и распятого во плоти воскресшего и вознесшегося во плоти ты увидел изменения ты увидел у меня смену всех каналов каналов беседы христолюбцев или он стал назван канал беседы или алюбцев или у меня появился канал или люб life вот им как там человек тоже злословит поносит прикалывается надо мной где и тут только что то вы тут все это писали теперь пойди найди я вам говорю что все это уходит куда-то вниз потому что человек ответил же на комментарий и вот теперь пойдет и найди он она вечная евангелие где-то этому то ответил который вчера меня этот меня поносит Игорь Вячеславович например на свидетели или 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 люб и ты ему вторишь что я христопродавец где-то это увидел я делом ты лишь я делом отрок каким делом каким то что я не записал как вам просто крови у вас уже просто слюна течет то что вы жаждете крови чтобы весь интернет мы заполнили по на поносом друг на друга чтобы имя иисуса хулилась между язычниками я этого делать не собираюсь никогда никого не поносил публично и делать этого не собираюсь и никогда не буду этого делать свой ответ на любое лжеучение я дам без ссылок на автора куча проповедников проповедует патриотизм убийство на войне даже как выяснилось вообще свободных никакой конфессии вне конфессиональщиков и я понял что дело вообще не имеет значения кто ты вот именно говорит о твоих делах и мне не надо ссылаться на этого автора поносить его что он это ну и пусть проповедует ну и пусть людям лапшу на уши вешает у тех кого любовь божия не излилась в сердца духом святым ну они пойдут убивать тех кто это не послушает и просто отвернуться от этого человека сами тоже любви в нем нету и проповедует он не любовь вот и все все мои родные дорогие и любимые и драгоценные подписывайтесь на мои каналы на них всегда будет много чего интересного я сам искренне и с открытым чистым сердцем стремлюсь к совершенству познания истины я как раз принимаю и критерии комит и и критику действительно я человек я тоже могу куда-то пойти не туда но только конструктивную критику меня поправляют и братья и сестры даже вот я увидите пропуска я не принимаю вот это зомбированность к начинает просто прессовать что-то меня прессуешь и там до долевать этим комментарий вот так что подписывать всегда будет все интересно будем читать писание чтобы не уклоняться мы не будем по стихам я всегда я постараюсь до своей гробовой крышки доски которые меня заколотит читать писание на своих каналах обязательно вот и все но живой блок от него никуда не денешься это здорово что он есть там приходится говорить своими словами так что так вот ставьте кликайте на колокол вечных уведомлений понравился не один там блогер говорит там чтобы не пропускать видео ставим лайк если ролик понравился кому полезно отрадно назидательно мое служение приносит пользу радость и поделитесь обязательно в социальных сетях на ю тубе с кем считаете нужным этим роликом если считаете это полезным и нужным но все я с вами прощаюсь напоминаю вам слова иисуса бога пришедшего плоти что вы зовете меня господи господи иисус христос и не делайте того что я говорю вам но вам слушающим говорю любите врагов ваших благословляйте ненавидящих вас благословляйте благотворите проклинающих вас и молитесь за обижающих вас ученикам нам нам христианам нам его ученикам и последователям он говорил заповедь новую даю вам на прощальном ужине да любите друг друга как я возлюбил вас так и вы долюбите друг друга и в этом новизна заповеди мои чтобы вы делали это как иисус как он во плоти дал нам образец пример и путь в царство небесное всех вас нежно целую крепко обнимаю до встречи в следующем ролике